Андрей Григорьевич, добрый день. Как Вы оцените создавшуюся ситуацию в Нагорном Карабахе и достигнутые договоренности о прекращении боевых действий? В последние несколько дней события вокруг Нагорного Карабаха развивались достаточно динамично и драматически. Сегодня не так давно стало известно о заключении предварительного соглашения о перемирии, согласно которому военные действия прекращаются, видимо, уже прекратились с 13 часов местного времени. Предварительный анализ пунктов этого перемирия свидетельствует о том, что Нагорный Карабах согласился практически на все предъявленные Азербайджанам требования, включая разоружение армии обороны, вывод бронетехники и иные требования официального БАКУ, которые, насколько я понимаю, будут подтверждены еще раз завтра в Евлахе в ходе очередной встречи, в ходе которой уже будут окончательно согласованы условия этой де-факто капитуляции. Российский миротворческий контингент и российские военные изначально делали все, что в их силах для прекращения военных действий и начала мирных переговоров и спасения жизни гражданского населения. Соответствующие кадры публикуют Министерство обороны, РИА Новости. Я думаю, что деятельность российских миротворцев заслуживает самой высокой оценки. На этом фоне как-то странно слышать некоторые голоса из Еревана, которые на фоне полной самоустраненности правительства Никола Пашиняна находят в себе совесть обвинять в чем-то российскую сторону, вплоть до того, что так же, как и в 2020 году, якобы действия Азербайджана были полностью согласованы с российской стороной. Конечно, это не выдерживает никакой критики, никаких доказательств этому нет и не будет. Более того, я должен сказать, что все это время российская сторона вела непростые переговоры с Баку относительно максимально бесконфликтного разрешения сложившейся ситуации. Очевидно, российская сторона действовала в максимально стесненных условиях, стесненных не только продолжающейся спецоперации на Украине, но и откровенно деструктивными заявлениями и шагами действующего армянского руководства, что отражается в том числе и публично в обмене мнениями между МИДом Российской Федерацией и соответствующими армянскими структурами. Я думаю, что российско-армянские взаимоотношения, безусловно, переживают большой кризис, к которому дело шло достаточно давно. Мы прекрасно понимаем, что еще в 2018 году, после Бархатной революции, несмотря на все громогласные заявления и митинговые обещания, реальным курсом Никола Пашняна и его правительства было именно отказ от Нагорного Карамаха, причем отказ в такой форме, который позволял бы подставить Россию, что, собственно говоря, мы сейчас видим реализацию этого сценария, мы сейчас и видим. Это не значит, что в российской политике не было никаких ошибок и что она полностью безгрешная. Безусловно, нет. И мы об этом знаем достаточно хорошо. Но в то же время ответственность, прежде всего, официального Еревана, в том, что происходит сейчас с Нагорным Карамахом, она очевидна и она, собственно говоря, не скрывается действующими армянскими властями. Я думаю, что российские миротворцы продолжат свои усилия, насколько это возможно, в рамках реализации тех договоренностей, которые вынуждены были заключены и согласованы. Как будут развиваться события в дальнейшем, посмотрим. Мне хотелось бы выразить надежду, что они все-таки будут развиваться по возможности мирно и без конфликта, но, безусловно, с учетом тех реалий, которые возникли в регионе в 2020 году. А по сути, по факту, они вызревали, как мы знаем, все предшествующие десятилетия, когда армянская сторона, достигнув, не без участия, кстати говоря, России успехов в первом так называемом конфликте постсоветском, предпочла почивать на лаврах и, так сказать, не заниматься в той степени военным строительством, в котором это надо было сделать бы, сообразно тому военному строительству и вообще государственному строительству, которое все эти десятилетия велось в Азербайджане, и которое продемонстрировало безусловный на данном уставе успех и дееспособность. Это нужно признать и делать соответствующие выводы. Хорошо, спасибо большое.